Всем большой привет! Для тех, кто полюбил мою балийскую картинку, кому было скучновато с серым фоном, это видео для вас. Я буду периодически чередовать серый фон с моим обычным комнатным вайбом. Сегодняшнее видео будет про обзор Дайсона, Дайсон Айрврап. Вот это вот новая линейка с новой насадкой для разглаживания волос. Вот так выглядит эта карабень. Я везла ее из России в руках, в ручной кладе, потому что я очень боялась везти его в чемодане, мало ли. Ну и, в общем, мне так было спокойнее, поэтому я везла эту бандурину с собой. Очень красивый у меня синий вот этот вот чехольчик. Он довольно герметичен, замшевый внутри, и в целом мне очень нравится, как этот чехол стоит у меня вот здесь на полочке, как даже такой элемент, дорогой элемент декора. Я помыла волосы, пора уже снимать полотенчика. В чем будет сегодняшнее видео? Ну, вообще, я хочу вам показать свои волосы. Хочу их высушить, хочу показать вам насадки, хочу рассказать, как Дайсоном пользуюсь я. Сразу хочу сказать, что я совершенно практически не разбираюсь в волосах. Эта зона очень сильно проседающая у меня, поэтому я расскажу только то, что знаю, и то, как я им пользуюсь сама. Давайте начнем. Ну, конечно, в наборе у нас идут вкладыши от самого Дайсона. У меня этот Дайсон сделан в Филиппинах, и здесь есть описание всех насадочек, если вам интересно почитать. Я же, конечно, посмотрела очень много обзоров перед тем, как заиметь Дайсон, так скажем, поэтому я уже все знала. И вот так вот сам идет, выглядит прибор. У меня этот золотой никель, насколько я помню, мне кажется, что эта расцветка самая какая-то красивая. Мне она больше всего понравилась, особенно мне нравилась фуксия, но не для меня. Вот мне кажется, золотой никель под мои волосы мне подходит больше-больше всего. И у меня с российской розеткой. Длинный провод, я не знаю, сколько здесь, наверное, 2,5-3 метра. Также здесь у Дайсона очень интересная история с тем, как его нужно очищать. Вы снимаете вот эту насадку. Также у вас есть такая вот дополнительная штучка для очистки Дайсона. Вы ее надеваете на шнур и вот так вот очищаете Дайсон. Это советую делать довольно часто, там раз в месяц, потому что эта штука очень чувствительная. И как нам сказали в магазине, что по Дайсону видно даже, когда его один раз использовали, потому что, ну вот потому что там как-то все собирается. А хочу сразу сказать с проблемой, с которой я столкнулась. Это не совсем относится к Дайсону, но почему я так долго ничего о нем не рассказывала, не показывала и не хвасталась, короче, не снимала распаковки, что он у меня есть. Потому что, когда я приехала на Бали, я столкнулась с историей о том, что здесь не очень классное электричество. У нас двухэтажный дом и, короче, если в обеих комнатах включен кондиционер, то мой Дайсон просто выключается, то есть ему, короче, не хватает мощности. Это очень неприятно. Я очень долго думала, что мой Дайсон не работает, что нужно его сдавать, писать и так далее, выяснять, как это можно сделать. Но в итоге все работает, просто нужно было больше мощности. Давайте мы его включим и давайте пробежимся по насадкам. Ну, сначала насадки расчески, одна для жестких волосиков, вторая для мягких. Честно говоря, я вот эту вообще не использовала абсолютно ни разу. Мне жалко, что в наборе есть вещи, которые не будут использованы, как минимум какая-нибудь одна насадка точно не будет кем-то использована. В этом плане, мне кажется, было бы круче, если бы женщина могла покупать стайлер и сама добавлять те насадки, которые ей нужны. В таком случае я бы точно не купила эту, потому что она жесткая для меня. Я пользуюсь вот этой, вот и то даже эта для меня какая-то... У нас пошел дождь на улице. Ааа, как круто! Я пользуюсь вот этой насадкой, но даже она, несмотря на то, что... Короче, у меня как будто бы... У меня плотный, сам по себе прямой волос. У меня, видите, завиточки. Это... Это неудача после однажды сделанной очень плохой химической завивки. Очень давно. Или, может быть, мои волосы так реагируют на влагу Бали. Я не знаю. Но вообще, сами по себе, у меня... Я покажу очень-очень прямые, плотненькие, хорошенькие, здоровенькие волосы. И у меня натуральный цвет, поэтому в целом мои волосы на 90... На 90% натуральные, так скажем. В общем, я использую эту расческу, когда я хочу вот таким образом, просто расчесывая, выпрямить немножко волосы. Дальше у нас две насадки, которые тоненькая и толстая диаметром, поворачивающиеся вот такими-то щелчками. У меня вообще это первый Дайсон, поэтому я была так удивлена, что вот качество, как будто бы, мне казалось, не очень, господи, не очень качественное. То есть это как будто бы пластик какой-то. Ну, то есть вот... Мне казалось, что в Дайсоне, короче, все будет очень-очень золотым, прочным и так далее. Но на самом деле это не так. И это просто вот стайлер с вот такими насадками. В общем, для плотных, толстеньких кудрей, для кудрей поменьше. Дальше расческа-брашинг. Я, признаться честно, не особо сильно умею вот это вот вытягивать волосы, как многие женщины делают. И она выдирает столько много волос, но она у меня есть. И следующая насадка, это насадка-фен, которая при переключении у нас становится насадкой для разглаживания пушкового волоса. Тоже у меня его не так много, но тоже сегодня попробуем. Не знаю, что будем сегодня использовать. Каждый раз я на бум беру какую-то насадку и что-то делаю. Поэтому давайте смотреть. Давайте сначала высушим волосы. Нужно нажать на вот эту кнопочку. Поместить в... Господи, в резьбу насадку. И закрыть. Все, мы надели насадку. Перевернуть ее на сторону фена. Будем высушивать. Для начала давайте я вам покажу еще свои стайлинговые всякие темы. Тут я тоже не разбираюсь. Я просто хочу рассказать о том, вот как я всем этим пользуюсь. У меня есть термозащита от All-In. Я ее привезла тоже из России. Такая большая маночка. Нравится мне, как она пахнет. Сомневаюсь, что она какая-то очень-очень крутая, потрясающе работающая. Но anyway. Дальше у меня есть вот такая крутая термозащита. Мне ее подарила подруга. Мне она очень сильно понравилась. Это Hair Sector. Какая-то не мочалка. В общем, я не знаю, это подарок. Но мне так сильно понравилось это средство. Очень вкусно пахнет и крутое. У меня есть от Rated Green вот этот вот крем, который все очень сильно распиарили. Причем, я так понимаю, самостоятельно. То есть я сомневаюсь, что этот бренд проплачивал именно вот рекламу. Меня очень сильно смущает настолько густая текстура, настолько липкая текстура. И я мою волосы, использую этот крем, высушиваю их. И у меня все равно грязные, скользкие, липкие волосы. Ну, возможно, это особенность опять-таки климатической температуры, обстановки, в которой я живу. И у меня есть от Thresome Texturizer. Я его наношу на сухие волосы до укладки и после укладки. В целом мне нравится с ним немножко, но подольше держатся локоны. Давайте приступим к сушке. Я ставлю на... на все, короче. Гуляем. В целом как-то так сильно на этой насадке я не задерживаюсь, потому что в основном я ей просушиваю корни. Вот эти вот все начала волосиков. Нагреваются насадки довольно сильно. То есть я ее использовала, наверное, минуту-две. Или три. У меня довольно быстро сушатся волосы. И она прям горячая. То есть я ее беру вот так за краешек, сразу кладу на стол, потому что горячо. А, ешки-матрешки. Забыли мы нанести термозащиту. Я вам все показала и такая приступаем. Забыла совсем. Давайте еще не поздно нанесем. Вот вы можете заметить, что начало волос у меня прямое, а вы где-то здесь, видите, начинаются вот такие вот кудрявые моменты. Это все отрастают у меня волосы, обожженные когда-то термоукладкой. Так, расческа у меня от Tangle Teasers. Я ее вам как-то уже показывала в распаковках. Вообще я сильно задумала сейчас поухаживать за своими волосами, потому что никогда в жизни, честно, не обращала на это внимания. Все волосы натуральные, я особо ничего не делаю с ними, там, единственное, я всегда экспериментировала с длинными, то есть я была и вот так коре, и вот так коре, и длинные до попы волосы у меня были. То есть это единственная моя вот такая возможность экспериментировать. Сейчас же я хочу отрастить себе длину, поэтому скоро буду делать видео про то, как я начинаю использовать вот эту маску от K-Eating и от Olaplex номер 3. В общем, я хочу купить эти средства и сделать прям такое видео, типа я начинаю лечить свои волосы и хочу вам показать до-после, действительно ли это работает, то есть прям такой провести эксперимент. Так, давайте идем дальше, распределю пробор. Признаться честно, волосы, это всегда была для меня такая, это какое-то испытание, я даже когда работала визажистом, очень же часто клиенты просят, сделайте еще, пожалуйста, и прическу, чтобы не вызывать второго мастера. Я такая, блин, да я не очень делаю, в общем, мне было всегда очень дискомфортно от того, что я не умею и, в общем, вот. Так, давайте возьмем насадку, расческу, ей тоже пройдемся чуть-чуть по волосам, наверное, потом сделаем небольшие кудри. Также включаю. Стоит сказать, что у меня не очень от природы вот объемные густые волосы, их как бы среднее количество, и, соответственно, когда я использую эту расческу, то есть она мне в основном чешет голову, немножечко даже больновато, потому что, ну, мои три волосинки, ну, нет такого вот прям объема, знаете, вот так вот во все стороны сушить. Поэтому, если у вас тоже такие вот, ну, вот примерно столько волос, как у меня, то имейте в виду, что это довольно все равно агрессивное какое-то воздействие на голову, по крайней мере для меня. Данная насадка не выпрямляет волосы, из нее выходит воздух, и она их немножечко сушит в направлении, но она не выпрямляет. В связи с чем, когда я увидела, что у Дайсон вышел, господи, выпрямитель, я такая, ё-моё, как же я его хочу, потому что, на самом деле, выпрямление, это практически единственное, что я делаю со своими, в основном, волосами. То есть, смотрите, мы просушили корни, мы просушили немножечко расческой, концы у меня остались вот макровастенькими, я их сейчас еще разочек смочу термозащитой, и мы давайте попробуем сделать кудряшечки. Небольшие кудряшечки. Ой, как красиво. Волосы обычно вот так вот хвост, оставляю низиночку, начинаю с нее, здесь что-нибудь вот такое вот накручиваю, и поехали. Так, я не одобряю всеобщее негодование и сравнение Дайсона с горком, потому что я считаю, что у женщины должно быть все, во-первых, во-вторых, и то, и другое средство дорогое и классное, и сравнивать и говорить, что вы потратили деньги зря, это совершенно не так, потому что если у вас не крутят волосы, это стайлер, он их сушит, он их может вытянуть, и как бы здесь для накрутки две насадки, как бы еще две расчески, брашинг и сушка, то есть это только часть того, что должен делать этот стайлер. У меня тоже, конечно, не держится там целый день, особенно на бале, в жаре, в ветре, на байке, у меня тоже там не держится кудрь очень долго, но я отдаю себе отчет о том, что у меня нет каких-то крутых средств для стайлинга, что это не прямо вот специализированная какая-то история для накрутки, это все-таки больше именно стайлер. Короче, я не прикапываюсь, я капец как рада. Надеюсь, что вы испытываете такие же эмоции. Поехали, сейчас я всегда наобум включаю. Ага, в другую сторону надо. Первая прядь, кстати, она всегда такая какая-то у меня сложная, нужно сцепиться, приноровиться, и потом уже все пойдет более-менее нормально. Важно определять количество волос в прядке, потому что очень много как бы не возьмет. И плюс, видите, у меня уже, я чуть-чуть подсушила волосы, поэтому... Поэтому вот, поехали. Что-то я иногда вот там наворачиваю. Где-то в очередной раз увидела лайфхак, чтобы Дайсон держался больше, что-то там завернуть. Переворачиваю ее. Кстати, еще один лайфхак, который я поняла для себя. Когда я накручиваю прядку, я выключаю Дайсон и снимаю волосы им с насадки, потому что раньше я пыталась, не выключая, просто вот так убираю, дальше следующую, и создается полный неорганизованный хаос на волосах, поэтому лучше ее выключать. У меня есть одно любимое видео, когда, типа, решила сделать волосы сама, и такая красавица справа-слева назад поворачивается, и у нее вся голова прямая. Вот это обычно я. Удобно, кстати, Дайсоном закручивать задние волосы, потому что там точно что-то дозахватится своим притяжением, поэтому точно что-то дозакрутится, поспокойнее как-то мне. Вот. Каждый раз, кстати, вот мечусь между прям вот вообще на мокрые волосы делать кудри или все-таки их чуть-чуть подсушить. Наверное, вообще на мокрые лучше всего, но все-таки, все-таки. Такая в целом укладка у меня получается. Я делаю не супер как-то вот прям круто, профессионально. Я делаю как обычный обыватель на Дайсон без образования. Я вообще видела, что есть очень много курсов по тому, как использовать Дайсон. Мне кажется, это очень круто, когда ты покупаешь себе такой девайс и хочешь его использовать на полную его мощность, использовать все его возможности. Я же пока что, скажем так, балуюсь. Что я хочу сказать? Что я очень счастлива приобретением этой штучки, потому что я не самый рациональный человек. И у меня нет такого, чтобы вот, я не знаю, я просто счастлива обладать такими вещами. То есть я никогда не скажу, что это какая-то покупка на ветер. Это офигенная, удобная, классная вещь. Поэтому если вы расстраиваетесь, видя эти видео про то, что потратили деньги в пустую и так далее, не слушайте. Если вам нравится, если вам комфортно, если вас все устраивает, то почему бы и нет? В общем, я абсолютно всем желаю приобрести этот Дайсон, это устройство, потому что это новшество, потому что это круто, потому что это красиво. Просто вот посидеть, это прям девчачья медитация. Можно вот подобрать уже потом какие-то локоны, которые хочется сделать сильнее. На текстурирующий спрей Дайсон схватывает локон гораздо-гораздо лучше. Я делаю укладку, понимаю, что недостаточно волнистости, и просто вот прохожусь второй разочек по локону. Я хотела сказать, что я любитель очень таких плотных, структурных, жестких кудрей. Конечно, с стайлером такого не сделаешь. В основном максимум внешнего вида, которого я добиваюсь, это вот какой-то такой романтичный вайп легких, легкой укладки, воздушной укладки, легких кудрей. Если вы все это зафиксируете еще и лаком, а я думаю, что текстурирующий спрей все-таки работает лучше, чем лак, то, ой, наоборот, лак работает лучше, чем текстурирующий спрей, то, я думаю, можно добиться приближенной к тому результату, который вы хотите увидеть. Еще момент, что я не умею делать прикорневой объем, как бы его делают на брашинге, давайте попробуем. Ну и не надо. Если причесать кудри, то они становятся совсем мягкими-мягкими, такими плавающими-плавающими. Но, опять-таки, мне такой эффект нравится, я кайфую. Вот, напишите, пожалуйста, есть ли Dyson у вас, полюбили ли вы его или по истечению времени думаете, вот зачем купила. И вот, с вами была Лиса Макарова, я надеюсь, вам это видео понравилось, надеюсь, что вам было как-то интересно послушать мое мнение об этом девайсе, потому что, конечно, у всех оно супер разное. Но и я еще хочу отметить красоту этого кейса. Здесь вот такие вот разные вместительные штуки тут у меня. Раз, два. Конечно, запала все это раскладывать хватает на неделю, потом ты такой брю-бю-бю-бю, все накидала, побежала. Да, у нас складываются, по-моему, насадки. Ну, вот, в принципе, я складываю сюда, вот так, все насадки. Anyway, опять-таки, не мучаюсь каждый как-то раз его заворачивать, я просто легонечко складываю вот так проводочки друг с дружкой, потому что его положить. И вот так все это начинает внутри выглядеть. Дайсон Айрворов. Напишите, пожалуйста, как вам этот обзор, как вам мое видео, потому что я крайне беспокоюсь снимать видео о волосах, потому что, как я и сказала, я в них не очень-таки вообще практически разбираюсь. Поэтому мне просто хотелось поделиться с вами своими эмоциями. Так что подписывайтесь на мой канал, переходите в мой телеграм, там интересно о красоте, бьюти-новости, я, все такое. До новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok